Нет, еще. Да нет, хватит. А вы знаете, почему это блюдо называется стоны монашки? Ведро монашек. А настоящие повара не стонут. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня 21 октября. Вот такая прекраснейшая погода. Очень тепло. И я буду делать в казане десерт. Это будет сладкое блюдо в казане. Я сполоснул казан чистой водой и теперь кладу сюда фритюр. Фритюра у меня очень много. А это волчок. Он только что скушал громадный кусок фритюра или бараньего жира. Он очень довольный и ждет, когда мы его чем-нибудь еще угостим. Сегодня я буду готовить стоны монашки. Это очень вкусное блюдо. Оно итальянское. Жир в казане уже очень хорошо разогрелся. Его температура около 210 градусов. А здесь у меня заварное тесто. Как его сделать, ссылочка вот здесь вверху. Ох, горяченькое. Какие воздушные получаются. Тестовые заготовки, как только они с одной стороны поджарятся, они набираются легкости и сами переворачиваются на другую сторону. Вот видите, вот эта сторона уже золотистая, потому что они перевернулись. Пироженки будут сильно увеличиваться в объеме и раздуваться. А внутри будут пустые и воздушные. Очень легкие и приятные на вкус. Через пару партий я уже почувствовал казан. Теперь я делаю колбаски более длинные и все время их мешаю. Я вот так теперь энергично все время перемешиваю заготовки, чтобы они равномерно прогревались. Тогда они будут и не взрываться, и очень хорошо увеличиваться в размерах. Друзья, а вы знаете, почему это блюдо называется стоны монашки? Я догадался, почему. Потому что когда монашки идут купаться, а вода уже очень холодная, они начинают стонать. Вот примерно вот так. Вот примерно вот так. Но стонут только монашки, а настоящие повара не стонут. 21 октября я приготовил очень вкусные стоны монашки. Сейчас я их буду дегустировать, а водичка классная. Теперь я буду варить сахарный сироп. Одна часть воды и одна часть сахара. Сироп немного почепил, и я добавляю сюда два сока. Лимонный и апельсиновый. И теперь ведро монашек. Вот так очень легко и быстро стоны монашки, или вздохи монашки, получились на природе. Все было красиво, мы отдыхали, и вот такой вкусный десерт. А здесь замечательный травяной чаек. Да, это именно настоящий чай, не белая лима. Да. Внутри пироженки очень пористые, очень легкие и воздушные. Сверху они слегка пропитались сахарным сиропом. Если у вас есть мед, это лучше делать в меде. Очень вкусно. Для тех, кто занимается фитнесом, это будет очень хорошо. Конечно, это очень простое блюдо. Его можно готовить почти хоть каждый день. Тесто готовится мгновенно, минут за 10-15 оно уже готово. А жарятся они еще быстрее. Главное, чтобы был хороший огонь и большой казан. А как использовать бараний жир, я вам только что показывал. Я очень доволен. Прекрасный отдых. Такой замечательный понедельник. Я очень люблю отдыхать по понедельникам. А также по вторникам, среднам, четвергам и пятницам. Ну, а в субботу то само собой. Друзья, если вам понравилось мое видео, пожалуйста, как всегда, ставьте лайки. Вот такие громадные лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка вот здесь внизу. Здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик. И вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу моего вкусного десерта в казане. И помните, кухня это самое спокойное место.